С наступлением теплой поры дети большую часть времени проводят на улице. По статистике, в среднем 70% несовершеннолетних получают травмы на дорогах именно в конце весны и летом. Однако, взрослые не всегда серьезно относятся к этим цифрам. Мы решили напомнить родителям, на что в первую очередь нужно обратить внимание, отправляя свое чадо на прогулку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его умениям, его росту, возрасту и весу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не докатиться до больницы, надевайте детям шлем и наколенники. Даже самая бюджетная экипировка спасет от травм. Кстати, на прогулочной одежде нет места ремешкам и шнуркам. Они могут намотаться на колеса и стать еще одной причиной падения. Одевайте ребенка удобно и, главное, многослойно. Если малышу станет жарко, он должен снять один слой одежды и остаться во втором и в третьем. Часто родители любят надевать теплые куртки поверх легких футболочек, и это неудобно. Если погода будет переходной, ребенка будет вариант либо потеть в куртке, либо замерзнуть в футболке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Детям на колесах нет места на трассе. Кататься можно только по тротуарам или в специальных местах. Там, где встреча с автомобилем, невозможно. Напомним, даже на пешеходном переходе дорогу нужно не переезжать, а переходить. Детей на роликах это правило тоже касается. Дело в том, что велосипедист либо ребенок на самокате движется гораздо быстрее, чем пеший участник движения. И водитель в этом случае просто не успеет среагировать. И вовремя остановиться. Поэтому нужно спешиться, спокойно перейти дорогу, а потом далее ехать. И последнее. Положите ребенку в карман свою визитку. Номера телефонов мамы и папы лучше продублировать еще и на одежде. Дело в том, что малыш может заиграться и случайно уехать в чужой двор. В таком случае непоседа не потеряется. Заплутавшего ребенка быстро приведут домой к родителям.